Мы продолжаем изучение главы Ваейшев. Тема наша – продажи Иосефа. Эта тема достаточно серьезная и сложная, поэтому мы двигаемся здесь очень-очень медленно. Стих за стихом, слово за словом. Отрывок, который будем изучать сегодня, начинается такими словами. Когда Иосеф отправляется к своим братьям, отец посылает его для того, чтобы проведать братьев, проведать как там дела, как состояние овец. Иосеф отправляется, хотя понимает, что это может быть для него довольно опасное путешествие, но все-таки он отправляется, и вот он подходит к братьям. Написано так. И пошел Иосеф за своими братьями и нашел их в Дотане. Первоначально он отправился в Шхем, но потом выяснилось, что братья тем временем ушли из Шхема в Дотан, и Иосеф отправился вслед за ними в Дотан. И увидели они его издали, и прежде чем он приблизился к ним, они замыслили убить его. И сказали друг другу, вот сновидец подходит, а вот теперь пойдем и убьем его, и бросим его в одну изъян, и скажем, хищный зверь сожрал его, и увидим, что будет с его с нами. Братья приходят к такому решению, решению очень непростому, ни больше, ни меньше. Они хотят убить Иосефа. И на прошлом уроке мы говорили довольно подробно о том, как они пришли к такому решению. Это не было решение людей, которые просто на кого-то разозлились. Это совсем не то, что можно подумать на первый взгляд, потому что ясно, что речь идет о совсем другой семье, о сыновьях Якова. Но их намерение, их поведение станет нам понятно, если мы рассмотрим всю главу сначала до конца, приводит это нас к мысли о том, что видели братья в своем младшем, братья Иосефе, видели в нем настоящую опасность, опасность для себя и для всей семьи. Вот продолжение этого понимания мы видим здесь и в тексте, в деталях. Проблема в том, что, читая мы этот текст на русском языке, он не совсем точно отражает то, что сказано в оригинале. Если я смотрю на текст в оригинале, сказано там так. Здесь все просто. Увидели его и издали. Еще до того, как он к ним приблизился, А вот здесь проблема. Вообще слово означает замышлять, замышлять что-то, интриговать против кого-то. Но если продолжать правильно, каково должно быть продолжение после слова вейтнакель, обычно должно идти слово элав, вейтнакель эльмишу, когда интригуют против кого-то, когда злоумышляют против кого-то, на языке торы должно быть продолжение вейтнаклу элав, и тогда мы понимаем, что они действительно, как переводят здесь и переводчик, что они замыслили его убить. Но не так написано в оригинале. Вейтнаклу, ото, леоми, то есть я буду это приводить, буквально это получится, и замыслили они, вейтнаклю, то есть они замыслили, ото, это его. По отношению к нему. Как это понять? Как это перевести? Как правильно это понимать? Посмотрим прежде всего о Раши. Говорит, Раши, то, что написано здесь, замыслили против него, имеется в виду, что они исполнились, переполнились злыми умыслами и хитростью, а то, что написано вейтнаклу, элав, следует понимать так, что это, понятно, что замыслили против него, это пшат, это то, что имеется в виду, но словами буквально написано не так, а словами написано вместо элав, ото, а следует понимать, что касается до него, то есть по отношению к нему. Значит, они преисполнились злыми умыслами по отношению к нему, а в чём эти были умыслы? Злые «Инлав, леомито» для того, чтобы его убить. Так объясняет Раши. Понятно, что и после объяснения Раши стих ещё остаётся достаточно, достаточно скрипящим, скрипит и очень серьёзно. Есть другое объяснение этого стиха, очень любопытное, это объяснение Рабио-Ваде Сфорна. То есть говорить Сфорна нужно понимать это буквально. Не то, что они замыслили против него, они замыслили его. Что это значит? Злые умыслы, это не были их злые умыслы, интриги, как бы избавиться от него и как бы его сбыть с рук и как бы его как бы его убить. Нет. Его самого они посчитали полного злыми умыслами против них. Ведь говорили мы уже об этом. Братья ушли из дома в шхем. Написано «пасти овец». Раши там подчёркивает посмотрите слово «пасти», на нем стоят точки, что означает, что они собирались спасти самих себя. То есть помимо того, что они собирались спасти овец, была ещё одна цеха. Пасти самих себя, а именно они хотели уйти как можно дальше от ссоры. Ушли из дома. Отправились пасти овец в шхем. От Кеврона до шхема десятки километров. С овцами туда идти это совсем-совсем не близкий путь. Всё это было им, имело смысл для того, чтобы уйти подальше-подальше от ссоры. Они чувствовали, что в доме назревает конфликт и постарались отдалиться от Юсефа. Со всеми его интригами, со всей его клеветой против них. И вот что они видят? Он отправляется за ними. И не просто. Он же знал, что они в шхеме. Они сами ушли из шхема. Теперь они в Дутане. Значит, он побывал в шхеме, не нашёл их там и отправляется вслед за ними. Для чего он сюда приходит? Очевидно, он приходит либо для того, чтобы снова набрать на них какой-то компромат и снова клеветать против них или у него ещё могут быть какие-то цели. То есть, вот здесь вот происходит, что эти злые умыслы буквально нужно понимать. Ваитна Клу Ото не ваитна Клу Эляпа, а ваитна Клу Ото. Что он и есть тот самый злоумышленник, который против них строит злокозненные планы и вот теперь у них остаётся один только выбор. Если он против них строит эти планы, то им нужно обраняться. И у них нет другого выхода. Если он действительно их преследует, то каким-то образом надо от него избавляться. Если до сих пор можно было думать, что как-то можно этот конфликт может быть потушить или по крайней мере сохранять этот конфликт, находясь, сохраняя дистанцию между ними, то теперь получается, что не выходит. Продолжает дальше с форму погодите, но ведь в конце написано ещё слово ле-га-ми-то, что убить, убить. То есть они, у них были злые умыслы, против него убить его. А если имеется в виду, что злые умыслы были не против него, а злые умыслы, и они приписали ему, что он полон злыми умыслами, то как же понять продолжение этого ле-га-ми-то, убить его. Витсфорно, имеется в виду, что они считали, что его злые умыслы, чтобы убить их. Он ищет против, он строит против них козни, и в этих кознях, быть может быть, он заходит очень далеко, вплоть до того, что ищет даже возможности их убить. Ну, а если так, у нас есть правило. Тот, кто собирается поднять на тебя руку, то ты должен нанести ему первый удар. Вот братья и действуют в соответствии с этим пониманием. С одной стороны, Сфорно великолепно, совершенно блестяще объясняет вот эту вот сложность грамматическую в «пасуке вейт на клу ото». Но с другой стороны, его объяснение последнего слова, ле-га-ми-то, убить его, оно, вот оно уже со скрипом, оно уже явно, 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 с большим, с большим трудом он удаётся. И вот эту сложность исправляет Анациф в «эмэгдава». Сначала он пишет, во-первых, он принимает первую позицию сфорно, то есть, как следует понимать в «эйт на клу ото», имеется в виду, что они приписывали ему эти козни. Не они строили козни, они приписали ему козни. А что-то, а как? А как понять последнее слово «его убить»? Очень просто говорит Анациф. Поскольку они приписали ему эти козни, он строит козни, тем самым они нашли оправдание и достаточные и веские причины для того, чтобы его убить. Так оно и понимается. Они решили, что он строит козни, и поэтому приняли решение его убить. Снова я обращаюсь к тексту. И сказали они друг другу, вот сновидец подходит. Они хорошо-хорошо помнят все эти сны, которые он им рассказывал, как в этих снах. Они ему кланяются в ножки, как в этих снах они выглядят его рабами, а вот теперь пойдем и убьем его и бросим его в одну из ям. И скажем хищный зверь сожрал его и увидим, что будет с его с нами. Если вы его собираетесь убить и бросить его в какую-то яму, то со с нами ничего не будет. Очевидно, что было какое-то напряжение. То есть, что представляет с собой его сны. А может, это действительно вещи и сны? Скорее всего, нет. Может быть, он их придумывает, может быть, он их не придумывает. Но в любом случае нет никакого смысла говорить о том, что будет с его снами, если вы собираетесь его убить. Как это понимать? Раши объясняет так. Может быть, сначала посмотрим Рамбан. Рамбан дает два объяснения. Первое объяснение, что это их слова саркастические. То есть, мы его сейчас убьем, и вот тогда-то все его сны не сбудутся. И они говорят это в такой саркастической форме. Вот посмотрим, что будет с его с нами после того, как мы его убьем. Это первое объяснение. Второе объяснение, говорит Рамбан, не такое. То, что мне кажется более правильным, пишет Рамбан, что они сказали, ну, а вот теперь действительно давайте посмотрим. То есть, посмотрим это буквально. Буквально посмотрим, что выйдет. Одно из двух. Если нам удастся его убить, тогда, тогда на самом деле все эти сны не вещи, тогда все это просто, как большинство снов, это просто ерунда. И на этом вся история будет закончена. А если эти сны на самом деле были вещи, и если Всевышний действительно готовит ему такой взлет и такую карьеру, тогда, тогда нам просто не удастся убить его. Вот мы и посмотрим. То есть, мы сделаем попытку его убить, и если нам это удастся, значит, все, все эти сны были сными пустыми. Если они не пустые, так нам просто это не удастся сделать. Вот и посмотрим. Продолжает Рамбан, но наши мудрецы дают другое объяснение. Медраж. То есть, если объяснение Рамбана это пшат, особое первое объяснение, что это саркастический такой вопрос, посмотрим, что будет, то драж здесь совсем другой, и его приводит Раши. Раши приводит этот мудрец полностью. Сказал Рибицко, этот стих требует отстолкования мудреца. То есть, только по пшату довольно трудно его объяснить. Необходимо привнести здесь и медраж. То было сказано голосом свыше. Батколь. Глаз свыше. То есть, братья сказали, мы убьем его. А Писание завершает стих словами, которые Всевышний говорит, которые голос свыше говорит. Ну что же, пойдем посмотрим, что выйдет из его слов. Посмотрим, говорит Всевышний, чье слово сбудется, ваше или мое. Вы говорите, убьем его. А я говорю, у меня совершенно другие планы. Вот и посмотрим, чье слово сбудется. И, конечно же, невозможно, продолжает Раши, чтобы они сказали, увидим, что выйдет из снов. Ведь с убийством все сны лишаются полного смысла. Понятно, если собирается убить, так никакой из снов не сбудется. Итак, Кушия остается та же самая. Очень трудно приписать братьям вот эти последние слова. Посмотрим, что будет с его с нами. Нечего смотреть, собираетесь его убить, ничего не случится. Был у нас комментарий Рамбана, даже два комментария Рамбана. Либо это саркастический смех, либо это действительно любопытство. Посмотрим, а может быть действительно удастся нам его убить, значит сны ерунда, не удастся, значит сны были верные вещи. И Медраж, который говорит, отвечая на ту же самую Кушию, что здесь есть этот пазук, нужно разорвать. В нем есть фраза сказанная братьями, убьем его, а продолжение это уже глаз свыше. Посмотрим, чья возьмет, вы говорите убьем его, а я говорю нет. Его Всевышний при помощи этих снов поведал, что будущее, которое ожидает Юсефа, совсем другое. А наци объясняет нам, как правильно понимать эти Медражи. Если понимать его буквально, получилось так, получается так, братья сказали, пойдемте и убьем его, на этом они поставили точку и замолчали, а глаз свыше сказал «Ну это уже мы посмотрим, чья возьмет». Если так, то довольно странно. Если этот глаз свыше раздался и посмотрим, чья возьмет, то братья должны будут тут же понять, что они играют в совершенно бессмысленную игру. Они же не будут действительно спорить со Всевышним. Всевышний собирается его оставить в живых, а они его убьют. О чем речь? А может быть, глаз свыше раздался так, что они его не слышали? А тогда зачем он раздался, если они его не слышат? И что все это означает? Поэтому объясняет эмоциев, понимать нужно так. Конечно же, Медраж не противоречит Пшату. Как бы Пшат всю эту фразу целиком, сказали братья. Пойдемте убьем его, бросим его в яму и посмотрим, что будет с его сна. Но только человек иногда, когда говорит, он говорит те вещи, бывает, что у нас иногда вылетают, слетают с наших уст слова, которые мы сами не понимаем. Как они так слетели с уст? Неожиданно высказанные слова. Потом, через много лет, мы вдруг понимаем, что слова, которые мы совершенно неожиданно для самих себя сказали, они-то оказались чуть-чуть даже не вещами, они сбываются, они реализуются. Это не случайно говорит эмоцилин. Мудрецы говорят, что уста человека, его руки и ноги, они, конечно, в его распоряжении. То есть Всевышний дал нам свободу выбора, мы сами распоряжаемся своими руками. Я могу своими руками делать то, что я считаю нужно. Своими ногами я могу идти туда, куда я считаю нужным пойти. Своими устами я говорю то, что я думаю, то, что я считаю необходимым, важным, правильным сказать. Это да. Но бывают случаи, когда Всевышний отнимает у нас наши руки, наши ноги и наши уста. И тогда мы идем нашими ногами туда, куда Всевышний хочет, чтобы мы пришли. Как сказали мудрецы, многие человека, они его гаранты. Гарант, как гарант при суде. Если сам человек не обращается к гарантам с просьбой выплатить то, что должник, то, что кредитор, то, что должник не дает кредитору, не возвращает кредитору. Так и здесь. Если человек куда-то не хочет идти, а Всевышнему нужно, чтобы он туда пошел, то его ноги сами приведут. Человек сам не будет знать, как он сюда попал. Ноги его привели сюда. То же самое с устами человека, а именно человек иногда вдруг кляпнет что-нибудь такое, он сам не понимает, почему он только это сказал, а на самом деле его устами говорит здесь глаз свыше. Это человек сказал, верно, это были его слова, они слетели у него с уст. Он не очень понимал, зачем он это сказал, для чего он сказал, что-то. Ну так получилось, сказал, сказал, бывает ляпну, что-нибудь. А на самом деле это глаз свыше говорил твоими устами, это то, что будет здесь. Братья сказали всю эту фразу, убьем его, бросим в яму, посмотрим, что будет с его с нами. Да, но вот эти последние слова, это Всевышний сказал их устами. Действительно, посмотрим, посмотрим, чья возьмет, либо так, вы говорите, либо я говорю, это мы уже увидим дальше. Это очень типичный пример, который дает правильного неповерхностного, а правильного и глубокого понимания слов мудрецов, мидрашей и тому подобное. Можем двигаться дальше. Да, вполне. Дальше Тора говорит «И услышал Ру Вен». То есть все эти планы убить и бросить в яму услышал Ру Вен и избавил его от рук их, сказав «не лишим его жизни, не будем проливать кровь». И сказал им Ру Вен «Не проливайте кровь, бросьте его в эту яму, которая в пустыне, но руки не налагайте на него, чтобы избавить его от рук их, чтобы возвратить его к его отцу». То есть «Чего хотел Рувен?» На первый взгляд, когда мы читаем первые фразы, «и услышал Рувен, и избавил его от их рук, и сказал не лишим его жизни, убивать не будем». «А что?» «И сказал Рувен, не проливайте крови, бросьте его в эту яму». Самое простое понимание такое, зачем нам брать на себя, зачем нам идти на мокрое дело? Давайте сделаем это более элегантно, так, чтобы не пачкаться. Давайте просто бросим его в яму, он там сам умрет. То есть Рувен предлагает им не пачкаться, не брать на себя мокрое дело, но сделать так, чтобы быть косвенной причиной его смерти. Все-таки, что называется, не брать грех на душу. Не совсем, чтобы так совсем, но по-другому, по крайней мере, не проливать кровь. Но сразу вслед за этим написано. «А руки не налагайте на него, чтобы избавить его от их рук, чтобы возвратить его к отцу». То есть, на самом деле, Тора сама подчеркивает, что планы его были совершенно, совершенно иные. Это братьям он так сказал, а он их собирался попросту обмануть. Это была его интрига, он хотел спасти его и вернуть его к отцу. Только как ему спасти, если они сейчас собираются убить его. Идея это то, что он им дает идею, которая, безусловно, может быть вполне приемлема. Зачем проливать кровь? Давайте сделаем так, чтобы кровь не проливать, но, с другой стороны, будем уверены, что уже не вывезли, бросим его в яму. А потом уже уверен придет, как в действительности дальше написано, что он вернулся к яме для того, чтобы вытащить его. Только СФ там уже не было. Так здесь и пишет Раши. «Чтобы спасти его, Тора свидетельствует, сама Тора свидетельствует Рувене, что он сказал это исключительно ради его спасения. Он не думал заменить убийство более элегантным способом избавиться от Юсефа, он думал по-другому, а почему он тогда думал иначе, почему он не думал так, как думали все братья, если все братья действительно готовы были его убить, почему Рувен думал по-другому? Он думал не о первеннице и старше всех, поэтому вина будет приписана именно Нужно сказать, что в дальнейшем, когда уже братья приходят в Египет и встречают там Юсефа, и он им признается, что он, еще до того, как он признается, что он Юсеф, Рувен, говорит братьям, вот видите, все неприятности случаются с нами из-за того, что мы когда-то сделали, ведь я вам говорил, не грешите против ребенка, я вам объяснял, что вы неправильно все понимаете, он, конечно, в итоге ребенок, и он не заслуживает смерти, потому что все, что он делает, это не потому, что он такой злокозненный тип, он просто по глупости, по молодости это делает, ребенок, вот интересно, а здесь это отсутствует, здесь все, что он им говорит, так как и по тексту Тора я здесь не вижу ничего подобного, все, что Тора здесь приводит от его имени, это то, что он предложил вместо того, чтобы пролить кровь, не делать этого, а бросить его в яму, да и Раша здесь говорит, что все, то, что он думал, то, что он думал, что поскольку он маленький, так следует его простить, это просто он ребенок, а то, что я первенец, я старше всех, поэтому вина будет приписана именно мне, а не младшим братьям, остается нам сказать, что такова природа Торы, то есть Тора, как говорят мудрецы, слова Торы, они бедны в другом месте и богаты в другом, вот здесь Тора рассказывает лаконично, только его последнюю фразу, очевидно, он говорил куда больше, очевидно, он сначала пытался убедить братьев, что не следует принимать вещи так, как они понимают, и не настолько все это серьезно, как они видят, это не такой он злокозненный тип, и на самом деле это просто ребячество, и на самом деле все он это делает от того, что не... И только после того, как это не было воспринято, и он понял, что братья не воспринимают то, что он... Тогда он им предложил другое, знаете, что даже если вы правы, может быть, но по крайней мере зачем проливать кровь, зачем брать грех на душу, давайте сделаем по-другому, бросим его в яму, а мысль его при этом была его спасти. Читаем дальше. И было. Когда Иосиф подошел к братьям, они сняли с него рубаху, его цветную рубаху, которая была на нем, та самая цветная рубаха, которая привела в свое время к первому всплеску зависти. И взяли его и швырнули в яму, а яма была пуста, воды в ней не было. Очевидно, это автология. Яма была пуста, спрашивает Талмуд. В трактате Шаббат, если яма была пуста, понятно, что в пустой яме нет воды. Для чего тогда подчеркивается, что воды там нет? Очевидно, что она была пуста. Если Тора здесь после того, как она говорит в общем, что воды там не было, она подчеркивает, а чего там еще, что это значит? Была она пуста, это общее утверждение, а потом воды там не было. Отсюда вывод почти однозначный. Значит, воды-то там не было, но какие-то другие вещи там вполне могли быть. И то, что сказано выше, что она была пуста, Тора тут же уточняет. Не думаю, что она была совсем-совсем уже пуста. Воды не было, это да. От воды она была пуста, но не от других вещей. Какие-то такие еще другие там вещи могли быть. Потом был клад или еще что-нибудь. Раши приводит объяснение наших мудрецов из Талмуда и пишет так. Разве и сказано, а я мы пуста, я не знаю, что воды в ней нет? Что же тогда означает нет в ней воды? Воды-то в ней нет, а вот змеи-скорпионы в ней есть. На первый взгляд два объяснения Раши противоречат друг другу. Вы же Раши нам объясняет, что сама Тора подчеркивает, что план Рилвена был в том, чтобы его спасти. Рилвен не предложил заменить кровопролитие на стерильный способ убрать Йосефа, не проливая крови, а Рилвен хотел его спасти. Поэтому и предложил им давайте сбросим его в яму. Но если сбросить его в яму, в которой в этой яме воды, то там нет. Но змеи-скорпионы там есть, то ведь нет возможности, уже не будет возможности его вернуть домой. Есть известная лоха, если человек, скажем, в змеи еще ладно, змея, если особо на нее не наступать и не делать угрожающих движений, может быть, она и не тронет. Но скорпион, наши мудрецы говорят, что если кто-то видит, как какой-то человек скатился в яму, в которой был скорпион, то он может, даже если он его печального конца не видел, он может свидетельствовать Бейдине в суде, что этот человек мертв, и тем самым разрешить его жену, определить его жену, как вдову, и разрешить ему ходить замуж. Скорпион – это вещь смертельная. Так как же так? Как же может быть, что за идея? Что за идея? Спасти его, таким образом, не проливая крови, а бросая его в яму, в которой есть змеи и скорпионы. Первый ответ мы находим у Рамбана. Говорит, Рамбан, а яма была глубокая, и поскольку яма была глубокая, только тогда глубокая яма, не всё видно, когда человек, у которой стоит, может быть, человек, который стоит прямо на краю ямы, если он будет заглядывать, что там внутри, он может разглядеть. Но обычный человек, который смотрит, стоит хоть чуть-чуть на отдалении, он не очень видит, что находится в глубокой яме. Поэтому братья Тора-то нам рассказывает, какое чудо произошло, что на самом деле не тронул никто ни змея, ни скорпионы, но братья просто об этом не знали. Если братья об этом не знали, понятно, что Иерувен этого не знал. Не знал он, что там есть явный змея и скорпион. Либо, даже если она не была такая глубокая, они просто в норах сидели. Змеи там были? Были. Но змеи не лежат на дне ямы, на солнышке прямо вот так вот на виду всего честного народа. Они всё-таки создания достаточно пугливые и, очевидно, сидели у своих норах. Но если туда скатится человек, то, безусловно, змеи и скорпионы могут проявить к нему повышенный интерес. Это объяснение Ромбана, при помощи объяснения Ромбана, безусловно, противоречие снимается. То есть, в действительности Рувен хотел его спасти, он не предлагал стерильную смерть для Юсефа, он хотел его спасти. Может быть, это был не самый удачный план, потому что, на самом-то деле, была опасность другая. Но он этой опасности просто не видел, не знал, что там измеи, не знал, что там из скорпионов. Это Ромбана. Аурахай Макадор даёт здесь объяснение совсем-совсем непростое. Революционное объяснение. То, что пишет Рахай Макадор то, что сказано, что Рувен хотел спасти из их рук, он подчёркивает именно из их рук. Не сказано, что он хотел спасти ему жизнь, он хотел спасти из их рук. Почему? Ибо, пишет Рахай, когда Юсеф находился в руках у братьев, в руках у людей, то это очень опасно. Ибо человек, обладающий свободой выбора, способен причинить ущерб и вред другому человеку, даже если проведение свыше того не предопределило. В отличие от этого, когда человек находится против природы животных, то какие бы это агрессивные, хищные, ядовитые животные бы не было, ни одно из них никогда, ни при каких условиях не сможет причинить никакого вреда человеку, которому этот вред не полагается. Поэтому Рувен рассуждал так. Я точно не знаю, действительно ли братья правы или они не правы. Может быть, Иосиф действительно такой исчадий ада, каким братья его считают. Может быть, а может быть и нет. А может быть, он совсем зубой. Пока что он находится в руках у братьев, то даже если он ни в чем не виноват, даже если он правильный, даже если он не представляет собой того злокозненного человека, которым они рисуют, они в состоянии принести им вред, они могут его убить. Даже если Всевышний не постановил, что Иосиф должен умереть, даже если провидение не присудило его к смерти, человек, обладатель свободы выбора, способен принести такому другому вред. Ведь что означает свобода выбора? Что Всевышний не только дает человеку возможность выбирать, самому принимать решение, решение человека самостоятельно, более того, даже если это решение Всевышнему не нравится, Всевышний не станет ограничивать человека и в реализации этого решения. Точно так же, как Всевышний не создал людей роботами, так же он и создал их помещенными в клетку, так что они могут делать только те поступки, которые Всевышнему нравятся. А как только человек соберется сделать что-нибудь против его воли, тут же его одолеет какой-нибудь паралич или еще что-нибудь. Нет, Всевышний не вмешивается не только в решение людей, но и в их поступки. Соответственно, если человек замыслил сделать, причинить кому-то зло, хотя по общим понятиям и по планам проведения тому человеку не полагается за это зло, он не заслужил его, но человек, обладатель свободы выбора, может ему это зло причинить, а природа никогда нет. Ни камень с горы на такого человека не скатится, ни змея его не укусит, он может сидеть рядом со скорпионом, если Всевышний не призудил его смерти, тысячи миллионов скорпионов будут ходить рядом с его ногами, никто его не трогает, потому что вся природа, она подчиняется, безусловно, персту свыше, ажгаха, проведение свыше определяет полностью все действия природы, но ажгаха проведение не вмешивается в человеческие поступки. В этом-то был план Рувена спасти Йосефа из рук людей, обладателей свободы выбора, и передать его природе. Более того, пишет Заврахая, в этом был в какой-то степени и ответ на слова братьев выше, и посмотрим, что будет с его снами. Как объяснил нам Рамбан, мы посмотрим. Если нам удастся его убить, значит, тем самым окажется, что мы правы, то есть, все его сны не были вещами, а если сны его были вещами, нам не удастся его убить. Не-не-не, он говорит, Рахаим, ничего подобного. Даже если сны его были вещами, и на самом деле он абсолютно прав, но все равно в руках людей, у обладателей свободы выбора, он находится в опасности, они смогут его убить, даже если он ни в чем не был виноват, и сны его были истинные и вечные, и тем самым то, что они смогут причинить ему вред, то, что они смогут его убить, никоим образом не докажет, что сны его не были вещами. Может быть, сны вещами, они просто как обладатели свободы выбора могут причинить ему ущерб и вред, и даже убить его. Так Пиртур Рахай Макадош. Это общепринятое мнение? Конечно, нет. Во многих книгах говорится прямо противоположное, в особенности известно то, что писал Агро, Вилинский Гаон писал так, что ни один человек, какой бы он ни был обладатель свободы выбора, никогда не сможет причинить другому то, что свыше не предопределено другому человеку получить. Если кто-то меня облаял, это значит сверху постановили, что мне давно, не может быть недавно, но пора было, чтобы кто-то меня облаял. Если кто-то помял бампер моей машины, значит это тоже свыше было уже предопределено. А есть ли какая-нибудь разница тогда между той опасностью, которую представляет человеку другой человек и опасностью, которую представляет природа человек против змеи? Разница очень небольшая, говорит Веринский Гао, а именно, когда приговор проведения приводит в исполнение природа через змеи, через скорпионов, не важно через кого, то тогда всё предопределено до мельчайших подробностей, вплоть до камня, о который человек споткнётся. Если человеку свыше постановили, что пора ему разбить лоб или пора ему порвать штаны, и для этого он должен споткнуться и упасть, порвать штаны и разбить лоб, то запланировано всё, включая камень, на который он споткнётся. Включая камень. Но если это должно произойти через человека, вот здесь вот, о какой камень он споткнётся, то есть, кто будет тем человеком, вот это не предопределено. Как там Аннушка уже разлила масло. Если это масло должно прийти, если это через масло, просто так, то известно, какое масло. Но если его должен пролить человек, то вот здесь всё открыто. Что значит открыто? кто будет тем человеком, который окажется здесь, приводящим в исполнение решения проведения свыше. Предположим, как мы сказали, если человеку, если человеку не, по мнению Вильницкого врагована, так как он объясняет, если ему не предначертанно свыше, если Ашгаха не предначертала ему получить ранение, сейчас он выходит, может быть, даже выходит он на улицу, мимо ездят машины на высокой скорости, если этому человеку не положено получить сейчас ранение, то машина его не тронет. Но если ему, да, полагается сейчас какой-нибудь серьёзный удар, тогда машина его заденет. Что остаётся открытым? Какая машина? Кто будет сидеть за её рулём? Вот этот вопрос открытый. Кто будет здесь исполнителем, это открыто. Но в тот момент, когда кто-нибудь будет двигаться с большой скоростью и его машина ударит человека, он тем самым выполнит постановление проведения иначе быть не может? Это мнение Виленского Гаона прямо противоположное тому, что пишет Урахай Макадош. Спор очевидный существует. Конечно же есть книги, которые пытаются доказать, что никакого спора нет, и Урахай никогда не говорил того, что здесь написано, его понимать нужно не так, это из песни слова не выкинешь, написано достаточно чёрным по белому. Поэтому со всей большевистской откровенности нужно признаться, что спор есть, и так спор состоит вот ещё. Серьёзный разренческий спор. Может ли человек, обладатель свободного выбора, может ли такой человек причинить зло другому, если оно не предначертано ему свыше? по мнению Рахаин, да, по мнению Вилинского Гаона и многих других, нет. Кстати, известные очень приводят в связи с этим спором известные слова царя Давида, когда Всевышний через пророка сообщил Давиду, что он должен принести наказание, то ему была дана возможность выбрать себе наказание. Либо наказание в том, что враги будут его побеждать и преследовать, либо наказание болезнями, эпидемией, которая разразится в еврейском народе. И тогда Давид сказал эти известные слова. Лучше мне попасть в руки Всевышнего, ибо велика его милость, чем попасть, но в руки человека только бы мне не попасть. Почему? По Рахаиму все очень просто. Если ты попал в руки человека, даже если тебе не полагается, может быть, то человек может причинить тебе зло, которое тебе не предначертано. Поэтому пасть в руки лучше иметь дело с бациллами, с бактериями, с гриппами, с вирусами и так далее, чем иметь дело с людьми. Что касается вирусов, ни один вирус не повредит человеку, если свыше ему это не предопределено. Но человек может предупредить. Это мнение у Рахаима. Нужно сказать, что есть еще один комментарий, который отвечает на заданный выше вопрос, не запутываясь в этом сложном мировоззрительском споре. Так, я только напомню еще раз был вопрос. Вопрос был, что за идея была Роуэна, как он хотел спасти Йосефа тем, что он предложил не проливать его кровь, а бросить его в яму, если в этой яме, как подчеркивают мудрецы, там были и скорпионы, и змеи. Мы уже видели два ответа. Ответ Рамбана, а он просто не видел, что там есть змеи-скорпионы. Ответ Урахаима Гадош, он хотел его спасти тем, чтобы забрать его из рук людей, обладателей свободы выбора, и поставить его против скорпионов и змей, которые, не будучи обладателем свободы выбора, никогда не подчинят ему зла, если ему оно не полагается. А Миши Хохн говорит по-другому, он приводит действительно, что еще в Зоре обсуждается этот вопрос, в чем была идея, и в конечном итоге объясняет так. Братья считали его таким очевидным преступником, что были уверены, что его следует казнить, то есть как преступника, чье наказание должно быть получено от руки людей. А в этом то он не был уверен. Соответственно, что он хотел сделать? Он предложил бросить его в яму, а в яме, если будет наказание, то наказание будет от рук, не от рук людей, а будет оно свыше, когда природа, как орудие в руках Всевышнего, когда природа будет здесь действовать. А вот здесь есть правило. Что касается наказания от рук людей, то оно дается человеку в возрасте с 13 лет. Что касается наказания от рук Всевышнего свыше, с неба, что называется, то оно только 20-летнего возраста. А Юсеф как раз был в возрасте, когда он был старше 13, но младше, 27, 18 лет. Поэтому он и предложил бросить его в яму. И тогда, поскольку он еще с точки зрения высшего суда еще несовершеннолетний, не несет ответственности за свои поступки, то он был уверен, что таким образом можно быть уверенным, что ни скорпионы его не тронут. Вопрос был задан, как вместе посмотрим, что будет всего с нами, в том, что яма была пуста и не было в ней воды, говорит тот же Бог. Еще раз, если я правильно понимаю этот вопрос, как говорит вместе Бог. Ну, это мы уже объяснили, что он говорит в этом месте и Бог, посмотрим, что будет его с нами, как это объяснил. А нациф объяснил это, как понимать эти слова Раши, что, безусловно, вся фраза была сказана братьями Юсефа от первого до последнего слова, бросим его, убьем его, бросим его в яму и посмотрим, что будут его сны, только уже последние слова об этом, это уже были те слова, которые иногда слетают, как часто бывает, которые слетают у человека с уст, но здесь устами людей говорит сам Всевышний, подобно тому, как многие человека иногда приводят его туда, куда он должен прийти, хотя ему, может быть, прийти туда не хотелось. Едем дальше. И сели они есть хлеб и подняли глаза и увидели, вот караван и шмельтян приближается с гильада с верблюдами, груженными пряностями, бальзамом и ладаном, они шли, чтобы отвезти все это в Египет. У многих людей, которые читают это место, у них, кажется, мурашки по коже в пробегах. Как так понять? Братья, которые своего собственного брата только что бросили его в яму со змеями, скорпионами, даже, если мы скажем как рамбан, они не видели этих змеи-скорпионов, по крайней мере, они бросили его туда, чтобы он там остался и умер там. И они садятся есть хлеб. Так вот прямо. Сформу, следуя уже той линии, которую он, которой он придерживается с самого начала этой главы. Говорит, там, конечно, человека, который сделал что-то, человек, который ощущает и понимает, что он сделал что-то неправильное. Сразу после того, как он сделал что-то неправильное, он не сядет есть хлеб, даже если он очень голодный, потому что совесть не даст ему, кусок ему в горло не полезет. Нечистая совесть не даст человек прямо вот сразу после того, как он сделал какое-то неправое и нечистое дело сесть и есть. Если… Нет, может быть, потом, конечно, через много часов, через день на завтра, всё будет нормально, но сразу по завершении нечистого дела человек чувствует себя настолько некомфортно, что сок ему в голову не лезет. Если мы видим, что братья Йосефа приспокойно, хладнокровно сели есть хлеб, это только говорит о том, что они были абсолютно уверены в том, что они сделали полностью правое дело. И это соответствует тому, что Сфор объяснил просто, что они посчитали его, так они поняли, так они понимали, так они объясняли его поведение, они его считали человеком злокозненным, они считали, что он против них строит козни, у него есть планы их уничтожить, и они здесь только обороняясь нанесли ему превентивный удар, поэтому они с абсолютно чистой совестью, совершенно спокойно, сделав правое дело, спокойно едят хлеб. Так пишет Сфор. Но не все комментаторы с ним согласны. Даже если принять его тезу о том, что они были уверены, что сделали правое дело, и они правильно поступили, при всём притом. Говорят комитетторы, обратим внимание ещё на одну маленькую деталь. Как сказано дальше. И сели они есть хлеб, и подняли свои глаза, и увидели, вот караван и шмультян приближаются с взгляда с верблюдом. Простое поверхностное понимание этой фразы. Люди сидят, жуют свой хлеб, и вдруг в их поле зрения попадает караван. Ну, караван, и тут дальше идёт идея, а может быть, продать его арабам, которые ведут этот караван и так далее, так всё совпадает в Викикат. Почему я говорю, что это примитивное понимание такое? Потому что говорят ряд комментаторов. И Иоанна Циев, и Равшимшен Фой Лирш. Выражение «тори ваиса и тайна, ваисо и тайнеем», когда человек поднимает глаза, это не значит, что у человека просто рассеянный взгляд, который бегает, сканирует местность. Человек поднимает глаза, когда он направленно куда-то смотрит, когда он выискивает что-то. У нас уже было это выражение, когда мы объясняли, как шёл Авраам к горе Мурия, когда он шёл вместе с Ицхаком для того, чтобы совершить жертвоприношение Ицхака. «После трёх дней пути написано, и поднял Авраам глаза, и увидел это место издали». Это не значит, что его рассеянный взгляд бегал, и он вдруг увидел какое-то место, он же и не знал, что он должен искать, и не знал, какое это место. Поднял он глаза, когда он поднял глаза, поднял взгляд свыше, к небесам, которые, объясняют, взмолился, не мог больше этого выдержать. То же самое и здесь у братьев. Конечно же, они понимают, да, они сделали правое дело, но всё-таки это же свой родной брат. Свой родной брат, какой бы он ни был, родной брат. Он же находится там в яме. Да и, скорее всего, что, а он там сидел в яме и молчал? Ты ли он там читал про себя? Конечно, нет. Естественно, что мог делать ребёнок в такой ситуации? Плакать и просить, чтобы его выпустили оттуда, чтобы его просили. Ну, можно было спокойно усидеть в такой обстановке. Конечно же, они не сидели около самой ямы. Они сидели подальше, чтобы не слышать его плача. Понятно. Вместе с тем, глаза у них, они ищут выхода какого-то из положения. С одной стороны, они сделали правильное дело, да. Да, и необходимо от него избавиться. Его нужно как-то сбыть с рук. Ну, с другой стороны, я же свой собственный брат. Может быть, что-то, поэтому поднимают глаза найти. Как сказано, когда я поднимаю глаза к горам, думаю, откуда мне придёт помощь. Вот этого они ищут, какой-то помощи. Как выйти из этого тупикового положения. Как, что их может помочь. И есть, наконец, они видят, проходят мимо караван. Вот это, на самом деле, решение этого вопроса. Они не тронут, не только что они не тронут свои брата, они и не станут здесь причиной его смерти. Они его продадут, ишмейльтянам. Считаю продолжение. «И сказал Иуда своим братьям». Эта идея не всех. Берёт здесь слово «Иуда». «И сказал Иуда своим братьям, какая нам выгода в том, что мы убьём нашего брата и скроем его кровь. Давайте продадим его ишмейльтянам, и нашей руки не будет на нём, ибо он наш брат и наша плоть». Это подчёркивается. Конечно же, правы мы, безусловно, правы. Но ведь он же наш брат. Наша плоть и наша кровь. При всём при том, то, что мешает здесь, это слово «Какая нам выгода». Опять же, если читать это поверхностно, то получается так. «Какая нам выгода, что мы убьём нашего брата и скроем его кровь. То есть, мы не скажем отцу, скроем это убийство, и не скажем отцу, давайте продадим его ишмейльтянам. И нашей рукой не будет, а он же что-то спрашивает. «Какая нам выгода?» По крайней мере, убьём его, убьём всякие выгоды. Хотя бы наварим хотя бы, деньги будут, продадим его. Это то, что его волнует. Очевидно, что это не может быть. Прежде всего, почём они его продали? Продолжение текста мы знаем. Продали его за 20 серебряников. На десяток человек, на 9 человек 20 серебряников. Это не бизнес. Это не бизнес. А как же понять слово «беца»? «Ма-беца»? Какая выгода? Это только русский перевод. А в оригинале «ма-беца». Что же это такое? Посмотрим, что говорят комментаторы. Арамбан говорит так. Какой смысл? Какая нам будет выгода из того, что мы приняли предложение Рувина? Предложение Рувина. Что он нам предложил? Вы не проливайте крови, а бросьте его в яму. Он же в яме тоже помрет. А кто-то его просил. То есть, он нам предложил... Предложение его бессмысленное. Он нам предложил заменить прямое убийство на то, что мы будем косвенной причиной его убийства. Но быть косвенной причиной и смертью человека – это тоже означает понести наказание. Поэтому какой здесь смысл? В том же направлении идет и Анациф. Только он объясняет слово «беца» – не выгода. А есть в Талмуде иногда выражение очень похожее. «Бецу-1», что означает компромисс. То есть, если есть две стороны, и каждая у них в каждой свои претензии, кто прав, кто виноват, то Бейдин прежде всего должен им предложить компромисс. Давайте, как-то говорится, найдем где-то золотую середину, так, чтобы ни одна из сторон не получит все, что она хочет. Но если только они не соглашаются, тогда нужно уже судиться. Так вот здесь это то, что сказал Иуда. Тот компромисс, который предлагает Рувен, он бессмысленный. В чем этот компромисс? То есть, в том, чтобы не проливать кровь, он предлагает нам стерильное такое убийство, в том, что мы его только бросим в яму, и он там сам умрет, но мы же бы его бросаем в яму. Мы же оказываемся причиной, пусть косвенной, но причиной его смерти. Поэтому это предложение, этот компромисс бессмысленный. Есть уже другое решение. То есть, как достигнуть того ли самого, что с одной стороны сбить его с рук, а с другой стороны не проливать его кровь и вообще не убивать его и не быть даже косвенной причиной? Давайте его продадим. Продадим, и мы будем уверены, что мы его с рук сбыли, и его больше здесь не будем. Тот, кто идёт в несколько ином направлении здесь, – это сформа. Сформа объясняет слова иуды так. «Ма беца» – переводим просто «какая польза». Значит, «какая польза». Какая польза от этого убийства? От убийства польза бывает в одном из двух случаев. Если кому-то мстят, платят ему за его нехорошие поступки. Одну из двух. Либо здесь есть вот эта вот сама месть, заплатить человеку за гадость, которую он сделал, пусть он пострадает, либо для того, чтобы, скажем, например, проучить и научить тем самым и других, чтобы другие, если убивают какого-нибудь преступника, то других это должно устрашить, устрашение других. Чтобы поняли, что так делать нельзя ни в коем случае. Человек, который сделал подобный поступок, он перешёл границу, которую переходить никак нельзя было, и его убийство тем самым очерчивает эту границу. Вот он и так. Здесь, говорит Иуда, ни то, ни другое. Тем, что мы его убьём, здесь вместе не получится, потому что прежде всего мы отомстим себе. Те, кто будут страдать от того, что произошло, это мы сами, потому что он же наш брат, наше плоть, наше кровь. Хорошо, мы правы, мы убьем и так далее. Но мы же будем, конечно, в итоге страдать. Поэтому на настоящий месть из этого не выйдет. Мы себе сами сделаем стесло. Что остаётся второе? Устрашение. То уже не получается. Почему? Мы же не сможем признаться, что мы его убили. Ведь из страха перед отцом мы же скроем. Как он учился, смотрите, как это точно в словах. И сказал Иуда, какая нам польза от того, что мы убьём нашего брата и скроем его кровь. Кровь-то его нам придётся скрыть. Мы же не сумеем признаться. Мы же не найдём себе мудрства признаться отцу. Ни в коем случае, никогда. И тогда тем самым никого не устрашим и никого не научим. Поэтому это совершенно бессмысленное действие. Давайте продадим его ишмельтянам. И нашей руки не будет на нём. Ибо он брат наш, наша плоть. И если бы он брат наш, наша плоть. То есть, этим он подчёркивает, что в конечном итоге, если мы будем причиной его смерти, мы сами будем страдать от этого. Мы же всё время будем помнить, что мы были причиной смерти нашего брата. Поэтому давайте сделаем не так. Давайте его продадим. И не случайно подчёркивается здесь, это уже не сфорно, это я уже прибавляю дальше, что продадим его ишмельтянам. Никому не по другому. Во-первых, ишмельтяне, они же родственники, потомки ишмаэля. Не так страшно его продать, ишмельтянам. Кроме того, скорее всего, они как ишмельтяне, живут-то они далеко, совсем-совсем далеко. Поэтому мы его продадим сейчас. Они его увезут с собой куда-нибудь туда, в Саудовскую Аравию, подальше, подальше, подальше. И тем самым мы достигнем. С одной стороны, нам будет за него не страшно, потому что они со своим дальним родственниками наверняка будут хорошо обходиться. Это не какие-нибудь дикие чёрные люди, свои всё-таки родственники. И с другой стороны, они его увезут далеко-далеко. Тем самым мы цель свою полностью достигнем. Никак не и руки на него не будем поднимать. Пробевляя и Тора. Когда не просто они увидели, что идут ишмельтяне, а увидели они, что вот караван ишмельтян приближается с гильяда, с верблюдами, гружёнными пряностями, бальзамами и ладами. В частности, задача для чего нам такие детали? Что именно они везли? Это на таможне, может быть, будет интересно. Что они везут в этом караване? А нам какое дело до этого? Раши, отвечая на этот вопрос, пишет так, что Тора подчёркивает, почему Писание уточняет, что именно они везли, чтобы обнаружить вознаграждение праведника. Обычно чем торгуют арабы по сей день, чем они торгуют? Керосином, нефтью они торгуют. Ехать на верблюде, на котором будет ещё 3-4 канистры керосина, это маленькое удовольствие. Прежде всего, вонь ужасающая. До сих пор помню ещё эти сцены из моего детства, как я в детстве ходил в керосиновую лавку покупать там керосин. Вонь отвратительная. Здесь же мы видим, что вдруг арабы поменяли, и шмельтяне поменяли свой товар, и вместо керосина они везут пряности для того, чтобы Йосефу всю его дорогу, хотя он проделывает дорогу в своё рабство, но всё-таки этот путь, чтобы тоже он был устлан, если не устлан, розами, по крайней мере, чтобы не воняло керосином воды, чтобы был приятный запах. Мой белок. Трушку. Готово. Керосином. П��. Гру.